прикольно накидим общайтесь в данный момент меня очень сильно волнует ситуация на украине в украине но на русском языке мне учил учитель на украине говорить неправильно значит ну я не знаю тут в исландии слушать и выбора нету большого украинский язык не преподают украинский видите меня вообще пошла поправлять профессор я профессор неправильно учили еще платил деньги за это если вы разговариваете на русском русском языке правильно говорить в украине и украинский мне учитель вот она она университет закончила она говорит русский язык и литература толстой чехов достоевский а вы когда говорите я еду в россию говорить на россию даже вы знаете даже вот у нас страна исландия даже тот факт что мы находимся на острове правильно по-русски будет как еду в исландию а не на исландию да а у меня еду украина они нам конечно было это тяжело взять вот русский язык он такой интересный мне так было его учить тяжело почему-то еду на кубу можно говорить или на кипр или на ямайку и при этом надо говорить еду в исландию хотя остров это и другое третье удивительно вот так же самое я путаюсь вот этими вот пошла мозг варить как так получается в россию или там в казахстан таджикистан узбекистан к примеру вот страны до или там германию и тут же надо говорить на украину я диагон у меня выше мозг вылетает просто знаете что правильно почему правильно не знаю просто знаете а у вас есть какое-то профильное образование чтобы вот ну как чтобы я на вас сослался смысле что как учителя русского языка да мне соска одна в рулетке сказала так что авторитет сами понимаете уровень то ниже плинтуса нет образования такого нет и вообще образование нет но я вам знаю как правильно честно я русский язык не учила в школе именно я русский не учил русский не знаю вообще русские не она по русски правильно вот так вот я вам говорю потому что я русский не учил и поэтому я знаю просто я умею раздавать на русском языке на украинском умею а как вы можете разговаривать как вы можете учить меня русскому языку если вы вообще ну русский язык не знает я русский не учила просто знаю родилась учителем по русскому языку сразу нам родилась маму дочка кем хочешь стать хочу быть учительница русского языка исполнена что я живу в этой стране и знака правильно говорить вы из россии я из украины логика я из украины поэтому я очень хорошо знаю как русский язык правильно да на украине русский язык учат нет я просто родилась в украине в русскоязычном городе свободно украинский язык вы никогда не учили на мне я украинский вообще никогда не пойму что такой тяжелый язык говорят первый идет сам по тяжести первые говорят идет китайский потом арабский потом украинский потом долго-долго никого нет и потом русский долго-долго никого нет и потом уже русский подтягивается чисто а чё тут никого нет я подойду возможно возможно да мать украинский очень сложно очень сложно я вообще даже вот не знаю выучить его возможно нет или чисто родиться надо с ним у вас очень просто почему украинский потому что я тут же вы узнаете а скажите пожалуйста мне если вам не тяжело вот я просто сравниваю русский с украинским некоторые буквы ваши почти одинаковые до в русском что украинцы буквально на одного гея там разница и пожалуйста сколько букв в украинском алфавите я вас научу русскому языку погодите мне бы украинский выучить самой это чё сколько там буков вообще сколько там 78 ну штук 10 есть не читал их мне такого школе не учили я математику не знаю меня такому в школе не учили я украинский дюжаварно знаю но сколько это математика математику я плохо знаю я украинский язык знаю а сколько букв это уже математика извините тут ромашечка не не считали сколько букв украинском алфавите украинского первых и продолжает учить и продолжает учить сидеть ну как ну чтобы знать к примеру я знаю у меня учили вот первое мы что сделали мы выучили эту как ее а алфавит вот в русском языке 33 буквы ну наверное знаете знание алфавитов я плохо но в знании алфавитов я плохо а в остальном я принцесса вот вот любой другой вопрос шикарно знаю в алфавитах не особо разбираюсь как бы первый класс прогуляла курила букварь был букварь я его чисто курила вот и за за школы а со второго класса я как вот так зашла как влитая села и давай учить короче сейчас все расскажу погоди не уходи мужчин плане разговаривать то есть не алфавитом не пригодился но сами буквы я знаю и алфавит не пригодился но сами буквы я знаю но алфавит не очень нужен ну я разговариваю буквами они алфавитами поэтому как бы тут вот знаете ли нуансы хорошо умею свободно общаться на этом языке потому что это мой родной язык а вот интересно вот в украинском языке да вот много очень слов как в русском языке они похожи а почему пример вот просто нос а нет лоб здесь вот в рулетке разговаривают вот как будет рука по украински рука совпадение не не думаю совпадение я тебе говорю а нога опять совпадение не не думаю до совпадение я тебе говорю о голуба вот видите одни и те же слова а задница пердак а видал по другому дупо но это по-польски а вот давайте теперь посмотрим вот давайте счет проверим на украинском посчитать мне до пяти что очень много разных слов тебе хотят показать что прям разный язык так что вообще не понятно ну мне кажется просто это одно и то же один тот же язык ну значит неправильно вы считаете я тогда тогда получать давай посчитаем еще раз 1 2 3 4 5 ты как считаешь похоже не что не просто русский закручиваю еще и украинский выучу а давайте давайте тогда вы со мной попробуйте на украинском поговорить или попробуйте меня понять если вы знаете ну понять я могу попробовать вас понять то доброе тогда давайте поспелку пошла жара спелковалка много слив у меня зрозуміться это будет чудово я спелкуюсь на тему войны я повернусь до своей темы пожалуйста только вы не торопитесь потому что когда вы торопитесь у вас у самой получается ну как не очень в украинском языке все я коли была на початку войны в львове там все спелкуются дуже быстро я же не со львова я с исландией ну и так разговляет на украинский молится я норма ну давайте тогда по-русски что потому что львовский у меня не очень хорошо я тогда вас не пойму хотите по какой-то типовой идеолог ты должен аккуратно фраза не акцент то-то беля мне я не сказал диалог львовский стал диалект львовский они не диалог диалог это диалог то разговор между двумя людьми а диалект вот меня так учили а диалект это скажем право правило выговора на определенной территории там добра это объявление на вокзале и тебе надо делать да кстати подождите мы сейчас прием это подержите поезд я не совсем же вас пойму на сто процентов тогда получится что недосказанность какая-то в нашем разговоре я вам что-то переведу ну давайте попробую повторюсь о чем вы здесь говорите вот так по большому счету хорошо что вы обсуждаете по этому поводу з россиянцами я разговариваю на теме війни тому что меня и тоже хвилю и потому что у меня на протязи одного року фактически против это против это протеза или что это на протяжении она протяжении хорошо протяжи так протяжи одного року фактично в меня тут виска российские рок это были в ней что рок это рик рок это рок одного рок это рок 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 дай року лика это что год протяжении года на протяжении одного года в одну не ваше доброе российские войска разбомбила мене мей город инчего рода и побывал у меня тут людей вообще ничего не понятно кто понял поднимите ногу ничего не понятно это трагедия и мы на меня не хвилю и чтобы они мне кажется трагедия чине мене и на цель стендно ла мене дужи сказать хвилю и по русским по русски говорите она легче мне не понимать легче меня чего но чтобы русские забрали своих солдат к себе потому что не прикрепно задолбали ее солдаты долбали мать те в гаагу надо если тебя солдаты долбают как-то надо в гаагу истина понятно а вы обращались пытались обратиться к своему правительству тоже сказать слушайте посадите устье делайте что-нибудь мое правительство для того что ты делает а что она делает по этому поводу ну как минимум я не могу отвечать за все конкретно но благодаря тому что есть хороший президент которого я выбирала ей буду отвечать скажу что я своего резидента люблю кроме того что вы любите еще что хорошего не будет что у него должна быть хорошей чтобы мы любили что мы чего должны любить потому что он хороший нет мы его просто любим потому что он президент а президентом он почему стал потому что хорош потому что мы его любим а любите почему потому что он президент замкнутый круг получается он сделал было как будет вниз в моей стране а дороге тебе сделал внутри на них катаешься на коньках наверное чего кого сделал большое строительство пусть и вы пара раба выбирали ли президенту нет это программа так называется а вы Вы знаете главная обязанность любого президента, любого государства, даже царя? Удивительно. Вы знаете? Нет, допустим. Так вот, самая главная обязанность любого президента, канцлера, царя, короля, хана, султана, как хотите, это обеспечит безопасность своему народу. А что мой президент может сделать, если президент России дал *** и напал на нашу страну? А какой... Как чего он может сделать? Дай, 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 дай. А, собственно, он это и делает. Да, молодец, хороший президент. С какими обещаниями? Ну, вы знаете, когда предвыборные кампании проходят, обычно кандидаты на постпрезидент или там на другие должности, они идут с какими-то предвыборными обещаниями. А откуда вы знаете, что он говорил, если вы украинского не понимаете? Не, он по-русски разговаривал тогда. Тогда он еще говорил по-русски. Да, так вот, как вы думаете, какие у него были предвыборные обещания? Вернее, не думайте, а вспомните, пожалуйста, какие у него были. Это было 19-й год, я в любом случае, опять же, очень бесит, что люди, с которыми я общаюсь, начинают мотать в прошлом. Мне интересно то, что происходит сейчас. Да, возможно, мне могут сказать, что это все череда событий, но тут уже не может быть отговорок. Если бы мой президент напал на соседнюю страну, я бы сказала, дядя. Ну, он напал. Ну, нет, в 2003 году напал. Ну, не на соседнюю, но он напал вместе с американцами. Что будем делать? Ты чего? Потому что для меня... Вы понимаете, девушка, без прошлого, без прошлого, нету настоящего, а уж тем более будущего. Поэтому надо жить, окунуться в прошлое, слегка так. Не глубоко. Хотя бы в 19-й год это было всего лишь 4 года назад. Да, но хотя бы надо понять от факта, что не мой президент напал на мою же страну. Дело не в том. Дело не в том. Давайте я вам просто напомню одно из обещаний, основное обещание, которым он пришел к власти, и почему люди за него так хорошо проголосовали. Хотите я вам напомню? Хотите я вам напомню? Остановить войну? Да. И что? Это было одно из основных его обещаний. Он даже, знаете, какие? Я до сих пор помню, вот он у одного ведущего, у вас есть такой ведущий, но у него с волосами не повезло в жизни. Он ему даже, когда интервью давал, говорил, что готов даже хоть с чертом договариваться. Как для журналистов? Гордон гордон. Гондон, гондон. Гордон Дима. Гордон, Дима. Дима, Дима! Димон! Гондон! Хороший чувак, Андрей. В смысле хороший Димон? Да, он особенно мне нравится, когда он предсказывает там всякие вещи, они так сбываются у него хорошо. Да, еще он хорошо и классно. И яйца у него вообще прям великолепные. И ты яйца Гордона ела? Ну, в смысле, шоколадные. Посылал в эфире русских нахуй. А это, да, это главная идея сейчас на вашей территории, именно посылать. О-о-о-о, русских посылал в эфире, вот это молодец, конечно. Да, пятюню, молодец, лысый. Ну да. Русских? Ну да. Да. Особенно мне вот это вот понравился эпус с кораблем. А, русский на корабль идёт на хуй. Да, да, да. Причем, знаете, вот мне вот нравится, знаете, вот поведение ваших вот ребят. Они не просто послали, они еще сели на этот русский корабль, чтобы показать ему, где это находится, чтобы он не заблудился. Да, они говорят, мы вас проводим, пацаны. Мне хотите сейчас подсказать? Не, я как был, оно так же было, правильно? Они же с ним вместе пошли на этом корабле. Это очень неверно, вы сформулировали, потому что они погибли. О-о-о-о-о, оказывается, они до сих пор погибли. О-о-о-о-о, мать. Так, а ты шаришь? Они погибли? Ну, если вы говорите про островзмейный туда. О-о-о-о, мать. Походу, проблемы у нас. Ну, блядь, я не знаю, может кто-то выжил и попал в плен. Я эти информации не уточняла. А-а-а. Я вот видел, ваш президент как раз в тот день хотел их посмирно награждать. А потом было видео из Севастополя, где они все живы-здоровы. Нет, не видела. У меня просто и отец, и друзья слушают, что-то они мне чуть другое говорят, чем вы из Исландии. Да, у вас просто, это пройдет, это у вас просто, знаете, политика партии сегодня такая. Это все, оно вылечится потом со временем. Просто надо будет телевизор выключить один раз. А я телевизор не смотрю. Ну, ваши родственники смотрят, которые вам доносят информацию. Вы же мне только что сказали, отец, друзья сказали вам. Так я с ними общаюсь напрямую. Они с телевизором не готовят. Ну, они же телевизор смотрят, а как они берут информацию? Они пункты там, сначала войны. На змеином? Батя на змеином служит, батя погиб. Батя как дочь. Нас тут всех вообще расстреляли. Всех. Меня, брата твоего. Всех расстреляли нас здесь. Вообще никого не осталось. Я тебе говорю, я свидетель, я здесь был. Нас всех положили. Змеином? Нет, ну у них есть друзья, которые служат в Херсоне. У них есть друзья. Ладно. У них друзья на змеином служили. Им друзья сказали. Чел, нас тут всех под ноль укатали. Все, нас никого нема. А он такой, ааа, все, и ей передал. Пау. Вот я. Я прошу прощения. Можно мне вам вопрос, может, некорректно слегка задавать девушке? Сколько вам лет? Восемнадцать. Восемнадцать. То есть вы совершеннолетние? Восемнадцать? В двадцать третьем году. Четыре года назад она выбирала себе Зеленского. В четырнадцать лет. Мать, а ты не врешь? Ну, случайно. Чисто вот гипотетически. Ты случайно не пиздишь? Да. Понятно. Понятно. Ну, я вам советую просто по поводу русского военного корабля узнать информацию немножко. Вы знаете, у вас будет удивление большое. А что конкретно вы хотите, чтобы я узнала? Ну, сколько человек погибло на этом острове Змеины. Давайте посмотрим с вами. Из тех, которые послали русский военный корабль. Ну, из тех, которые интервью потом давали? Я думаю, что все. А, значит, как они интервью давали? Значит, все погибли. Вы даже сейчас не смотрите. Давайте мы продолжим наш диалог. Потому что вы сейчас будете искать. Это, да, тут такое дело. Я не хочу, чтобы вы прямо передо мной разочаровались. Вот. Тринадцать пограничников были убиты во время отдальки. После этого взаоснаваться. Да. А, да. Это какое число было? Так, во время числа, на насосе связали русских под контролем после морского взаима. Ну, все. Ну, не напишу, сейчас можно идти. А, подождите, а как... Какое агентство это сообщило? Это не агентство. Вот просто пишите. Ну, кто, от кого-то же? Не, я понял, от кого-то. Государственная пограничная служба Украина объявила... Что? А, объявила. Так это да, ты нашла, когда объявили. Это ты нашла, все правильно. Это передает новости такие. Но тут не пишет. Знаете, такое есть в Google, когда сразу просто выдается информация, да? Да, это ты просто. Да, это как раз Зеленский сообщил. Все правильно, мать. Ты нашла это говно, когда Зеленский сообщил. Есть разные случаи. Но если вы нажмете, там покажут, какой информационный агентство донесет. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Да, какой мне интересен просто. А, так пути... Давайте пока что продолжим диалог. Да, давайте, ладно, убирайте. Потом посмотрите. Видимо, увидела, слышь. Она, походу, увидела, что все живые. А, так, давайте продолжим диалог. Я потом посмотрю, завтра, в следующей жизни. Вам даже будет интересно, я надеюсь. Вреждаем. Да. Кстати, вот еще одно. Мне кажется, она увидела. Ну, ладно, то мероприятия не будем. Давайте ваше следующее. Какое у вас мероприятие было тоже? Какое бы вы хотели обсудить? Мне просто, повторюсь, интересно, чтобы войска Российской Федерации покинули мой страной. Все. А дальше судьба России. Что там будет происходить? Госпереворот или занять тот же президент. Мне глубоко все равно. Не, ну вы, конечно, вам должно быть все, вы же повлиять на это не можете никак. То есть, что будет происходить? Да, на это могут повлиять только граждане России, но они не хотят ничего делать. А зачем им что-то? Может, их все устраивает? Ну, краски нет. У меня была бывшая подруга из Подмосковья. Она, я говорю, типа, ну... О, пошли по подругам. Так, так, так. С Подмосковья, с Крыма, с Бучи. Сюда. Ань, сделай что-то, потому что, ну, это пиздец. Она говорит, ну, я ничего не могу сделать, я сама хочу жить нормально. Ну, типа, если я выйду, то никакого будущего у меня не будет. Да, ее сразу же посадят, бедолагу, на 25 лет в лагеря. Сошлют и все. Правильно, а почему ради вас должны что-то делать, можете мне сказать? Потому что президент страны России виноват в том, что русский народ ненавидит всех. А можете вы мне сказать, вот когда в Карабахе были боевые действия полномасштабные, да, вот знаете Карабах, не знаете Карабах? Это когда Азербайджан с Арменией схлестнулись на горном Карабахе, не слышали? Не поддерживаю Армению. Не, а вы вышли вот тоже с плакатами там, а Сирию, Сирию, знаете, Сирию, вот когда в Сирии война была, вот до сих пор идет. Вы выходили... С кем они воевали? С террористами. С какими? Там кто только не воевал, и ИГИЛ, и Соединенные Штаты, и Россия там была, и Турция была. Азербайджан, даже бывший одноклассник, семья моего одноклассника из Азербайджана, я их поддерживаю очень. Ну, чем помочь им, я, честно, не знаю. Ну, выйди на улицу, помоги. Вы выходили вот по поводу любого конфликта какого-нибудь в мире происходящего, вы выходили вот на забастовки, чтобы какие-то свои, знаете, свою... Как минимум, да, были продействия в Беларуси, мне было очень жалко, честно, людей. А вы выходили? Нет, не выходило, мне было жалко. А что бы я поменяла? Ну, а что бы она поменяет, а? Что, мать, не вдупляешь в эту сторону, да? В эту сторону не вдупляется, извините. Ну как, выйти, вот, сказать, мы против, там, Лукашенко, там, мать-ка, уходи. И что бы мой президент сделал? Ну, я не знаю, но вышли бы, хотя бы показали. Он не коммуницирует с президентом Беларуси. Нет, они спокойно коммуницировали, пока ваш президент, ну, слегка поступил по отношению к президенту Беларуси, да. А до этого у них все нормально было. Даже вот, знаете, даже белорусский президент не поддержал, скажем так, Крым в составе России. Он даже не принял это. Да, а потом президент Беларуси, с его территории запускались разные оружия. Нет, я имею в виду до этого, не, это было до этого, это было до того. А он поступил неподлиннько, да, с нами, вообще? Что? Президент Беларуси с нами неподлиннко поступил. Нет, вообще, он вам помогал всегда, он вам всегда помогал. Нет, подождите, говоря о том, что он не будет в этот конфликт, этот конфликт Россия-Украина, а с его же территории запускались самолеты, беспилотники. Мы берем, мы берем, не, подлиннко с ним поступили еще до того, как начались боевые действия. То есть подлиннко с ним поступили еще в 20-м, в 20-м году подлиннко с ним поступили. Я вам еще в начале диалога сказала, что меня не интересует то, что происходило там, что кто кому сказал, кто кому нахвост. А вы как думаете вообще, политика как работает, с сегодняшним днем? Я не знаю, не разбираюсь в политике. А зачем вы тогда заходите сюда потарахтеть, в том, что вы не знаете? Потому что я знаю то, что у меня война происходит уже как год. И что? А виноватых назначили уже для себя? Да. Кто? Для себя я знаю, что это Россия. Да. Если бы Россия что-то сделала с этим, может быть, что-то будет делать. А что вы хотите, чтобы ради вас сделали? Ради меня ничего не надо делать. Ради мира. Хорошо. Где мир? Чтобы Россия перестала убивать у меня людей. Что для этого надо сделать? Потому что, как минимум, ну, во-первых, для этого должно усилиться, как минимум, как мне кажется, поставки для нас оружия. А то есть, чтобы вам увеличились поставки оружия? Да. Для мира надо оружие больше. Правильно, мать пошла логика. Завози. А оружие для чего нужно? Для того, чтобы русских. О, вот видите. То есть, любое действие рождает противодействие. Понимаете? Есть закон физики. Физику учили в школе, нет? Плохо. Я вообще творится. Правильно. Алфарит не знает, физику не знает. Нет, нет, она зато русский язык знает очень хорошо. Учитель по русскому языку, ей вот это вот не надо остальное. Узнаете? Ужас вообще. Ужас нет, конечно. Ну, давайте удивите меня. Я вам вопрос простой задам. Так, не знаю. Может, мне даже не задавать, я опозорюсь, не надо. Я вообще занимаюсь другим делом, в котором мне нужен только язык и свои мысли. Ну всё, она русский язык. Учительница по русскому языку, мы уже поняли. Остальные вопросы не надо. Вы так сказали, слово язык, язык вы тоже не знаете, в смысле разговорный. Почему? Вы как раз таки не смогли понять моего языка. Кстати, будьте добры, скажите мне, пожалуйста, вот у вас на Украине есть... Украинский. У вас есть русский язык, украинский язык. Украинский. И суржик. Да. Я разговариваю в своей семье на суржике. На суржике, да, суржик. Вот в русском языке есть алфавит. Знаете, что такое алфавит? Это набор букв, из которого составляют слова. В украинском языке... Украинском. ...тоже есть алфавит, из которого составляют слова. А вот есть ли письменность на суржике или алфавит суржика? Ну, можно, если писать текстом сообщение, можно писать на суржике с буквами. А какие буквы, какой алфавит вы используете, когда вы пишете с суржиком? но ты можешь использовать алфавит украинский но при этом писать слова перемешку с русским ну суржик мне действительно этого не понять и для чего надо было вы придумывать какой-то новый язык который включает себя два языка не новый язык ну вот есть украинский язык правильно да ваш государственный какой язык украинский украинский язык государственный язык а вы знаете как по-английски будет украина и украина ударение на какой слух русский язык не знаете мы уже это поняли украине ударение идет на 2 слог украинец как будет по английский не знаю скажите вы украине опять же ударение на 2 И что вы говорите тогда по-английски, если вам так нравится, это в английском так? Well, I can continue in English, if you know. Ну вот. Would you understand English? Честно, учу только английский. Вообще никакой язык не знаю. Видите, а вы мне говорите, говори на английском. Вы говорите на русском? Нет, я говорю так говорят, на английском. На русском? На украинском мове? Украина. На русском языке? Украина. Вы же не говорите, почему вы не говорите Украина? А имеет разве, вот для вас, имеет ли какое-то принципиальное значение, где человек ставит ударение? На каком слоге и где ставит акцент? В смысле, есть не разница или нет? Ну, какая мне разница? Какая вам разница, где ставится акцент? Ну, потому что я же не говорю, там вы же в Буслоинде. Да говорите мне все равно. Ну, вот мне не все равно. Почему? Жопец тверби. Да, просто не все равно. А мне все равно? Ну, вот вам все равно, мне не все равно. У каждого человека разное мнение напишет. Украинцев такое. Понятно. Ну, типа, то, что меня там могут называть хохлом и так далее. Да, мне это все равно, потому что это глупо оскорбление в Монсорную, которые, ну, для самого людей, по большей части. А на... Ну, даже если я не грамотно, я очень грамотно пишу. Всегда у меня есть проблемы. Я очень грамотно пишу. Ох, не проверяйте ее, пожалуйста, только по поводу писанины. Сейчас тут вообще жопа будет. Не было. Ну, даже если я не знаю чего-то. Я знаю, как мне правильно говорить и все. Девушка, у вас образование на уровне та бабка сказала. Вы еще довольно молодая девушка. И что с тобой? Я вам советую, вместо того, чтобы сейчас тратить время, вот это драгоценное время вашей жизни в чат рулетки, и обсуждать глупости, которые вы даже не знаете, которые вы даже не в курсе, займитесь, пожалуйста, самообразованием. А лучше всего возьмите несколько книжек, попробуйте прочитать. Вам понравится. Я думаю, вам это очень сильно пригодится в вашей будущей счастливой жизни. Куда мне ходить, если мне света нет? У меня генератор дома работает. У вас сейчас, вы можете вот на интернете набрать хоть какую-то информацию. Для начала наберите, знаете, сколько букв в украинском алфавите. Посмотрите. Хорошо, я вас поняла. Я надеюсь, что вы очень скоро поймете, что правильно говорить не украинский, а украинский. Меня так научили мои учителя, и я буду следовать тому, как меня научили учителя. Пробуйте, погубуйте, понятно, что это так. А для чего я буду пробовать? Вы когда-нибудь слышали, как индусы разговаривают на английском языке? Я занимаюсь конным спортом, и, как у меня говорят, я занимаюсь профессионально, долго продаю коней и зарабатываю на этом. И, как мне говорят, даже если есть тренер, не всегда стоит ему верить. Все, коней продает 18 лет, коней, говорит, я продаю. Ты что, конь? Я в этом убедилась. Ну, то есть, у тебя тренер, он тебе говорит, что делать, как правильно. Но не стоит всегда на 100% ему доверять. Вы читать умеете? Умею. К чему? Не, ну просто спросил. Ладненько, девушка, я желаю вам счастья, всего хорошего, мирного неба над головой, здоровья. И займитесь самообучением, оно вам пригодится. Я решу сама. Все. Ну, самой у вас не получается, я вам просто совет даю. Давайте, удачи вам. Ну, в начале была вообще бомба. В начале просто.